Всем привет! Мы решили посетить выставку Мосбил-2022, который находится в Москве, в Крокус-экспо. В первую очередь нас интересуют те выставки, которые как-то связаны с напольными покрытиями. Посмотрим, что там представлено и сравним с прошлым годом. Пойдем! CBM-компания одна из первых стала производить ламинат под имитацию елочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пришли в гости на выставку Amiga Group. На данный момент у нас есть наш самый главный продукт SPC, бренд Stonewood. Соответственно, есть кварц-винил, это Natura. Есть наша бамбуковая замечательная доска, которую мы возим с 2006 года. Это хай-тек бамбук, инженерная доска, массив 14-10 мм. Есть ламинат абсолютно стандартный, 12 мм, 33-й класс. И вот новый наш бренд Wood System. Это шпон натурального дуба на SPC, 6 мм. А что, у нас появился новый дюрполимерный плинтус под все декоры продукции Stonewood. Повторяет каждый декор. Только надо чуть правее взять, и там как раз будет наш великолепный дюрполимерный плинтус. Максимально легкий, хочешь клеить, хочешь что-то такие пазики специальные. Пока их нет, конечно, в наличии, они скоро будут. Максимально упоротый, классный, 70-ка, великолепная штука. Можно использовать как скрытый плинтус. Стенка подошла, плинтус зафиксировали, пол снизу, все великолепно. А сколько стоит? Сколько стоит, пока сказать не могу. После выставки скинем все новые прессы. А, там он уже будет, он уже и в наличии есть. Он есть в наличии. Все привезем, все сделаем. Великолепные новые стойки, которые мы никому не дадим. Они просто сделаны для выставки. Я доволен. Выставка дает, наверное, свои плоды. Мы очень много рассказываем про нашу продукцию. Больше чем уверен, что сейчас будет второе дыхание у бамбука. Поскольку многим максимально интересно. Ввиду того, что сейчас продукция бамбукового направления очень конкурентна по ценообразованию. И, следовательно, очень конкурентна по наличию. Поскольку деревяшку в некоторых случаях приходится ждать по два-три месяца. У нас все в наличии. Складская программа с Санкт-Петербург. Два-три дня доставка в Москву. Великолепный продукт. Пальчики оближены. Слушай, ну про стол нут я знаю. Расскажи про ламинат лучше. Ламинат. Что интересного? Это интересные декоры. То есть скандинавский стиль. Прослеживается абсолютно в каждом декоре. Классики почти нету. Ну из классики тут парочку глиотных декоров есть. Но это так себе. Ну рыженький какой-нибудь один. Ну вот эти вот великолепнейшие просто декоры, которые можно использовать в лофте где угодно. Классное решение для дизайнеров. 12 миллиметров. HDF плита. Великолепно. А сколько она стоит скажи? В данном случае сейчас она стоит в районе 2 700-2 800. Ну цена непроста такая в принципе. Цена великолепная. Опять же если мы сравниваем с конкурентами 12 миллиметровыми, то мы выигрышем везде и всегда. Наш стол нут сейчас стоит 2500 рублей. С Венсен Паркет стоит, да? Да, все верно. А сколько сейчас стол нут стоит? Сто нут сейчас стоит 2500 рублей. Ну да неплохо. Я озвучиваю розничные ценники. Так тебе в целом как впечатление от выставки вообще? Выставка великолепная, классная, шикарная, только сука дорого. А так в целом все очень интересно, да. В этом году мы поработали, поняли на чем нам нужно поработать в следующем году, где какие ошибки у нас есть. На чем? Ну хотя бы побольше столик поставить, стульчиков и столов точно. А то есть на следующий год вы тоже будете? Сейчас будем каждый год амбассадорами выставки. То есть сейчас мы начали с 30 метров. Через 3-4 года это будет 300 метров выставки. Чтоб ты понимал. Будет только наша продукция. Все будут приходить, вау, амиго-групп. 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 Данил Рыбачок сейчас на рынке. Из Европы я имею ввиду. Он самый актуальный. Именно в плане цены и качества вот этого соотношения получается. Там же весь цикл производства. Да, там практически весь цикл производства. Это не из Европы, а европейский стандарт качества. Производится это в Турции. Поэтому сказать, что это европейский ламинат, это не совсем правильно. А то, что он соответствует европейскому стандартному качеству. Потому что он делается не по СНИПу, не по ГОСТу, а делается под Европу. Соответственно, по их стандартам. У них стандарты в этом плане более жесткие. Соответственно, он абсолютно конкурентен с европейским ламинатом, не говоря уже про Китай. Сейчас мы в гостях у Аквамакс. Нас встречает один из топовых менеджеров по развитию данного направления. Расскажите, пожалуйста, что за Аквамакс, что у вас за бренд, что за фирма. Слушай, ну выставка в этом году на самом деле очень нравится. Много очень новинок. Ну как Амиго имеешь в виду? Да, да, да. Ты же первый выставка, который был. Вы же спустились, посмотрели сами. Сами действительно есть новые компании, люди развиваются, это интересно, это классно. Расскажи, пожалуйста, что произошло за этот год по сравнению с прошлой вывеской? Что готово рынку представить в целом? В прошлом году, когда вы приходили, у нас было два стенда. Сейчас за последние два месяца к нам пришло еще две новинки. Это новинки елочка, это плитка, очень крутые декоры, плитка. И еще очень крутая новинка, широкая длинная доска. Вот. На данный момент актуально это развитие конкретно елочного паркета, да, ну как бы имитации елки. И плитки керамогранита. То есть как бы вот сколько там декор получается в каждом? На сегодняшний день к нам пришло восемь декоров, буквально вчера пришли машины. Это четыре декора плитки, это четыре декора под елочку. Вот. Слушай, какие вообще перспективы, что будет дорожать, не будет дорожать в целом? Как ты считаешь? Вот сейчас ситуация какая-то дурацкая, к твоему мнению. Мы рассчитываем на то, что мы оптимистично подходим к этому году. Рассчитываем на то, что доллар все-таки будет откатываться, цены будут падать. Как-то так. Вот. В этом году ожидается и еще, кроме того, что новинки, которые пришли, у нас еще будут новинки по ламинату. Расширяется коллекция динамик под брендом Максвуд. Кстати, бренду Максвуд 15 лет. Расширяется коллекция динамик под брендом Максвуд. Пойдем узнаем. Как раз там тот, кто нам нужен. Раньше завод специализировался на производстве массивной доски. На сегодняшний день все-таки объемы массива очень маленькие, практически нет. На сегодняшний день основные продукты, которые поставляются в России, это либо американская двухслойка на фанере, либо паркетная доска на HDF с замковым соединением. То, что на фанере обязательно к приклейке, да, это такой более классический вариант. Паркетная доска может быть уложена как клеевым способом, так и по технологии плавающий пол, да. За счет основных покрытий маслом, то есть 85% покрытий, они покрыты масловоском, то есть восстанавливаемые. Поэтому как таковая толщина, да, про которую обычно спрашивают, не играет принципиальной роли. Есть несколько цветов, которые не получается повторить в масле. За счет этого есть лаковая программа, она небольшая. Есть своя химия, в общем-то, паркетная доска на HDF в Европе сейчас занимает, наверное, основные продажи, да, и в России ее поэтому везут как основной продукт. Она даже бывает на складе в Москве, считается оптимальной для использования по теплому полу. Наверное, если каратенечко, наверное, вот так. Я понял, а вот такой вопрос, там ценник как он будет, толстевержишься, да, или пока... Поскольку привязано к евро, скорее всего, много связано с логистикой, потому что вот у нас не очень сильно подорожала логистика, скорее всего, будет логистика дорожать. На сегодняшний день ценник в фанере это 12.14, на HDF это где-то 8.9. Откуда у нас сам материал этот? Это Кунша. То есть, ну, та же самая, в принципе, Европа, все то же самое, да? Ну, это считается вот европейский, европейский производитель, поэтому и цены европейские. Это же все складская программа или какое-то индивидуальное заказание? Лучше рассчитывать где-то на три месяца, потому что HDF бывает на складе, процентов 50 ассортимента. Фанера, как дорогой продукт, практически всегда поставка. А в наличии есть ли что-то вообще в Москве? Да, 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 HDF склад... Там есть все складская программа. Да, да, да. В общем, на выставке Mosbilt представлен такой поставщик, как Amonar. До этого, на самом деле, он на Mosbilt, если я не ошибаюсь, никогда не был. Здесь куча разных-разных брендов. Что по паркетной доске, что по ламинату, что по винилу. Например, Beta или, допустим, Zeta. Такой винил у нас тоже есть. Хороший китайский добротный кварц винил. Причем не самый дорогой. Тоже могу порекомендовать. На самом деле, качество очень неплохое. А так, куча ламинатов. Такие бренды, как Target, паркетная доска представлена здесь. Вот есть здесь даже бренды, те, которые я особо не знаю. Например, как Royce. Подводя итоги, делаем вывод, что большинство поставщиков и производителей смотрят на 2022 год с большим оптимизмом. Будут расширять свой ассортимент и развиваться на российском рынке и дальше. В целом, впечатления о выставке довольно положительные, если сравнивать с прошлым годом. Появились фирмы-новички, а сторожилы на рынке уже закрепляются в успехе. Каким же будет год на самом деле, спрогнозировать сложно. Посмотрим, что покажет следующая выставка в 2023 году. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok